Рождество – один из тех праздников, когда мы задумываемся о незыблемых ценностях. Нас окружает не только атмосфера ярких, насыщенных радостными событиями дней, но и осознание того, что надо быть добрее, заботиться о близких, родных и друзьях. Царящий в Европе и Америке культ Рождества проник и в нашу культуру, однако православное Рождество несколько отличается от католического. Если в дни красочных торжеств за границей люди больше думают о том, какие подарки положить под елку, мы стараемся соблюсти старые добрые традиции. За одним столом собираются разные поколения семей, крестники приходят в гости к крестным родителям, хозяйки готовят праздничную трапезу. В эти дни возникает желание поговорить с Богом, помолиться, посетить рождественскую службу и приобщиться к духовному. Это единственный праздник, который дал освобождение и пути спасения всего человечества. Его нельзя сравнивать ни с чем. Это родился Спаситель. Рождество – это очень большой праздник, потому что в этот знаменитый день родился Иисус Христос. За наши грехи, за все наши муки, страдания Он пошел на крест. Он очень важен для того, что у Бога попросить. Ну, наверное, скорее всего, хотел бы попросить здоровья, счастья, успехов в личной жизни. Ну и поблагодарить Бога о том, что мы вообще живы, здоровы, и что все так хорошо происходит в этом мире, и ни войны, ничего нет. В этот день желательно не ругаться, потому что это как бы все-таки церковный праздник. И Бог... Говорят, что Бога не существует, но на самом деле Бог существует. Вот если бы не было Бога, не было нас, я думаю. Вот. И вообще-то желательно в этот праздник не ругаться, потому что это такой церковный праздник, что Бог не прощает, кто ругается в этот праздник. Вот. И желательно быть подобрее, получше, как у кого там есть свои любимые люди, чтобы им как-то предоставить какой-то, может, праздник, может, в церковь сходить. Вот. Ну, а всем, что самое лучшее, пожелать здоровья, успехов, всего самого хорошего, и чтоб не ругались в этот день. И вообще, чтоб не ругались. Для нас это очень сокровенный праздник Рождества Христова, а для всего человечества это спасение. О чем хочется попросить Бога в эти дни? Чтобы был мир во всем мире, чтобы все были счастливы, чтобы у всех все было хорошо. Готовимся, вон, кутью варим, узварчик варим, там, приготовим закусочки немножко, придут деточки, внуки придут до бабушки, чтобы бабушка угостила. Ну, так вот как-то. Ну, уже все. Конечно, очень даже радостно. Праздники за праздниками встречать. А скажите, о чем хочется попросить Бога в эти дни? Ну, самое главное, детка, это здоровье надо. Здоровье, благополучие, чтобы было в жизни. Ну, и чтоб наша жизнь немножечко хоть нормализовала, чтоб немножечко легче было жить. Для меня, ну, это встреча с более близкими людьми, которые приходят в этот день в гости, или мы туда приходим. Ну, и сегодня мы ожидаем гостей. Конечно, маленькие дети вокруг нас, праздник. Ну, что-то такое воздушное, приятное очень. Скажите, о чем хочется попросить Бога в эти дни? В эти дни, ну, я бы сказала так, для всех, чтобы благополучие было. Чтобы было меньше слез, а больше радости в глазах у людей. Мира, добра и радости. Мир славит рождение Спасителя всего человечества, Иисуса Христа, на протяжении веков. Люди находят в праздновании Рождества глубокий смысл, ничем не сравнимую радость осознания величия в Божьей любви и причастности к Его деяниям на земле. Сколько бы ни рождался Христос, по-настоящему Он может родиться только в сердце, наполненном верой. Рождение внутри человека, Христа, заставляет человека прислушиваться с этого момента к тому, что говорит Христос ему в его жизни. Мы часто говорим о совести, и совесть это как раз есть этот совет Христа для человека, как поступать, как Ему жить. Сегодня, когда мы все больше обращаемся к религии, стараемся чтить обычаи наших предков, возрождается и рождественская традиция благотворительности. Помочь ближнему, протянуть руку нуждающемуся, вспомнить о тех, кому просто необходимы забота и участие. Не в этом ли заключается главная суть самого светлого христианского праздника? Если человек избирает Христа как путь, то на этом пути он найдет все себе для того, чтобы найти в результате истину, потому что истина – это тоже Христос. И праздник Рождества Христова, мы знаем, он подготавливается постом. А пост – это время, когда мы делаем ревизию внутри себя, что угодно Богу, а что не угодно Богу.